Приветствую вас и если говорить о том, что вы задаете в конце своего сообщения, о том, какой вопрос вы задаете в конце моего сообщения, я бы хотел сказать так, но если и говорить мужу о том, что вы знаете про девочку, если говорить мужу об этом, то говорить нужно как, спокойно, без агрессии, желательно нейтрально, позитивно может быть даже, то есть можно в шутку сказать что-то типа того, а я знаю, что ты общаешься с кем-то еще, что забега мне нашел, ну например, например вы можете так вот сказать, то есть в принципе в этом не будет ничего плохого, особенно если у вас с вашим мужчиной отношения, ну такие достаточно хорошие, вот. Это то, что я могу вам сказать по поводу, значит, первого вопроса. Что касается второго вопроса, то здесь ситуация следующая. Как вам быть? Ну, во-первых, мужчина, он совершенно очевидно общается с девочкой для того и по тому, что ему, что ему чего-то не хватает в ваших отношениях. То есть, вот именно в ваших отношениях молодой человек, ваш муж чего-то недополучает. Ну, очевидно, он чего-то недополучает. Его это не устраивает, ему хочется чего-то больше и, собственно, по этой причине он и ведет себя так. Общается с девочкой. И как, в принципе, правильно сказали вам мои коллеги, Изменилось ли что-то реально с тех пор, как мужчина начнет с ней общаться? Изменилось ли его отношение к вам, например? Стал ли он по-другому вести себя с вами? Или все осталось так же, просто вам не очень, ну, вам неприятно. Вам неприятно, как обстоят дела? Понимаете, в чем дело? Ну, вот первое, что приходит на ум, да, первое, что приходит на ум, это вот то, что вы можете сказать мужчине сразу, что вот, мол, я знаю, что там, ты общаешься с другой девушкой, я знаю, что у тебя с ней там что-то есть, например, например, ну и так далее. И что вам по-хорошему это даст? Вот вопрос. Что вам даст то, что вы скажете ему, что знаете о его, например, там, ну, похождениях, о его занятиях, да? Вот вы просто попробуйте это для себя, для начала определить. Что вам даст? Наверное, ничего. Ну, мужчина может ради вас перестать общаться с, там, с женщиной этой. Да, ради вас он может перестать общаться с ней. Но его потребность, сама, в танце, то, что мужчина недополучает с вами в отношениях, он все равно будет пытаться получить только теперь других способов. И вы постарайтесь подумать, постарайтесь подумать, а вообще вот стоит ли говорить ему о том, что вы знаете. Может быть, это человека еще больше от вас отвратит, например. Может быть, это как-то, ну, обидит его, как-то заденет его и так далее. Лучше вам подумать в сторону того, почему ваш муж так начал себя вести. Что его заставило так себя вести. Вот это, пожалуй, самое важное, потому что его девушка, скажем так, сейчас общается, она, среди по всему, просто, ну, развлечение для него. Давайте, ладно, подумаем, с какого момента мужчина начал общаться. Давайте подумаем, что может человека не устраивать, ну, в отношениях, например, с вами, например. Что мужчину может, что мужчине может не нравиться в отношениях с вами, опять-таки. Ну, попробуйте вот этот момент для себя уяснить. Попробуйте этот момент для себя понять. Потому что он, ну, вообще говоря, очень-очень важен, этот момент. И далее, после того, как вы, после того, если вы, после чего вы определились для себя, это вы сможете понять, что же, собственно, мужчине не хватает в ваших отношениях. И как вам быть с тем, как вам дать ему то, что ему необходимо, если бы он перестал общаться с девочкой. Вот. Ну, и, соответственно, стоит подумать, как он с ней общается, как он с ней себя ведет. Вот. Стоит посмотреть на то, на чем он заостряет внимание в большей степени. На чем делает акцент больше. И вот в этом направлении вам и нужно с мужем двигаться. Вам нужно двигаться в этом направлении к мужу. Для чего? Чтобы дать ему то, в чем он нуждается. Чтобы заменить собой то, что он пока получает не от вас. Знаете, девушка в другом городе. И вполне вероятно, вполне возможно, что он специально выбрал такую девушку в другом городе, для того, чтобы не было там встреч никаких между ними и так далее. И это, в принципе, хорошо. В этом нет ничего предрассудительного. Но у мужчины явно какая-то потребность. Вот. И давайте попробуем определить, что это может быть за потребность. Да, думаю, будет лучше, если вы ему скажете. Да. Потому что, ну, это мужчина ведь вам может этого не говорить, потому что, может, боится, что вы неправильно его поймете, что вы обидитесь, что будет скандал, ссора и так далее. Да. Будет лучше, если вы ему скажете. Но скажете ему это позитивно, без согрессии, без претензий, чтобы человек увидел, что вы, ну, вообще-то говоря, хотите просто его понять, для чего, почему он общается, и поговорить, может быть, как-то скорректировать ваше поведение. Может быть, у мужчины есть какие-то желания, которые он думает, вы ему не удовлетворяете, и это он пытается сделать другим человеком. Если вы будете честны, если вы будете позитивны, если вы не будете давить на мужчину, то я уверен, что у вас все получится, и я уверен, что проблема вы своей решите, и брак вас сохранит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...